всем доброе утро сейчас на работу ехала и за мне всю дорогу ехали два полицейских на мотоцикл на мотоциклах здесь всегда по дорогам вот по шоссе ездит на мотоциклах полицейские их всегда два в паре то есть они всегда есть знаете никаких не правил дорожных движений не нарушала вроде бы все скорости собой соблюдала но это потому что я их видела а так я могу и превысить немного но все равно какой-то ю-ю вот остается что вдруг что-то я нарушил они мне сейчас остановят в общем страшновато не знаю почему но после того как полицейские мне когда полицейские с тобой едут все равно как-то неприятно дискомфорт какой-то смотрите какое море классное правда сегодня ветер правда ледяной но море классный слышите петухи поют у нас шикардос фоточку что сделать в инстаграм наш замок там можно спускаться тоже пешкарусом вы холодно как ветер какой ледяной страсти все иду работать я опять опаздываю на работу на целую минуту наверное моя видите у нас каждый час колокола бьют то есть если 10 утра то 10 и бой боев или как там вот этих пумпу по-моему с 8 утра начинается раньше и ночами тоже но начинали протестовать жители потому что он представляете спишь тебе бум бум в принципе привыкаешь потому что я иногда даже не не обращаю внимание на эти колокола еще когда умирает кто-то тоже бьют причем женщина мужчина разные бой вчера вот тоже в часов десять с половиной тоже били непонятно почему когда служба тоже бьют но это все понятно вот вчера мы так и не поняли с клиенткой сидели на год а чё это не знаю странно я уже как говорится бои-то эти разбираю чё почем вчерашний что-то не поняла немножко ну я вам вот это же все раз сто раз показывала здесь тоже машина ездит и раньше здесь ездил так где мой куда-то уже убежал чали венаки чали вейн что-то нас тут ремонтирует ремонты кругом скоро страстная неделя симона санта все готовится все моется ну как скоро 18 апреля не совсем еще скоро но в другу бежал там у него дружба там у него дружба там у нас внизу племянник живет пить в окошко у него там дружба вот он к нему в гости ходит даже собак дружбаны бывают чали вейн может племяннику убежать я потом чали венаки маму маму менте маму везде у него дружба мне у меня клиент есть один он только сейчас ушел он сам американец они здесь живут давно уже женой вот но у него он как китаец в общем у него выглядит как китайцы обычно китайцу когда он не сказал что он из америки ну как сказал какой там город все такое я естественно не помню я удивилась города мало ли у нас тоже много живут с разных стран но не об этом речь в общем я у его там начала спрашивать по-испански говорит более-менее я говорю а как же работа он горд не я уже и пенсионер девочки и мальчики выглядит на тридцать пять лет небольшого роста худенький ни одной морщины ни одной и ура сколько же вам лет он горд семьдесят пять как семьдесят пять коров вы не выглядите на 75 куда да я это говорю к тому что все эти морщины все эти как бы чем бы ты не мазался какими бы кремами если у тебя кинетика и кожа расположена к морщинам если у тебя бабушка дедушка прабабушка все были уже в 30 лет морщинистые то чем бы ты не мазался все равно они вылезут мне морщины потому что это на одном опыте вот видно у меня есть подруга вот таня если смотришь это я про тебя у нее ни одной морщины не буду заговорить ее возраст но я всем говорю всегда что у меня все мои подруги всегда старше меня у нее ни одной морщины девочки она кремами никакими не мажется еще одна таня подруга тоже есть у нее тоже ни одной морщины она тоже старше меня никакими кремами никогда в жизни не мазалась даже не не защитными никакими-то там от морщин вообще ничем не уколы никакие не делала ни одной морщинки представляете а у меня вот это морщина на лбу она с 25 лет так что гены многое говорят я не говорю что там не надо никакими кремами мазать я сама чем только не мажусь на лицо как что только не наношу наверно много раз видите маски всякие хераски может быть знаете если бы я ничего этого не наносил то бы у меня взял же кожа была вот такая вот вся в морщинах не не знаем но так как мажусь с 24 лет я уже всякими кривами вот всякими под глаза на глаза везде потому что у меня на моем примере видела бабушку видела моих родственников у всех морщины и поэтому я знаю что мы морщинистые ну а этот мужик ну то он сейчас пришел мальчик мальчик и вообще китайцев увидели вот китайцы вот ей очень редко чтобы у них было могла морщинистая кожа вот как не сказал 75 лет я чуть не упал и курках я еще так и говорю а как же вы здесь живете работа мне я уже пенсионер я уже типа отработал мыть за вот я их и один раз видела женой в магазине жена конечно да ну жена обычно американка как всегда с длинными с такими вот волосами не покрашенными здесь которые американки или англичанки они вообще может быть и ухаживают как-то за собой но волосы всегда у них не сединой и не знаю не накрашены не макияжа никакого нет может быть они просто здесь естественно отдыхают в общем он с ней выглядел как сын с мамой и он еще такой маленький щупленький она такая обычная женщина русская да мы же американцы мне кажется русским очень похожи вот поэтому представляете вот я на него как смотрю вот не одно я его стрелу и вот смотрю там допустим вот тут вот да бывает нет ни одной морщины представляете вот ведь генетика какая-то вот это вот сила а тут всеми всем подряд мажешься все перепробуешь крема дорогие дешевые но говорю а если бы может быть не мазалась была бы уже вообще вся вот такая вот сморщенная не знаю поэтому будем мазаться будем пользоваться и вот а вот две подруги у меня есть ни одной морщинки ни одной прям кожа гладкая как прям персик персик мы на дне следа смеемся чем ты мажешься ничем ничем вот ведь а вот так вот даже защитным от защит от солнца защитным кремом это не мажется я если я не намажусь защитным кремом у меня сразу нос начнет облизать он у меня и так всегда красный красный у меня знаете от того что видимо россия перезамерз и на солнце все время у меня в детстве все время нос обгорал все время вот этот слазил я знаете что на нос лепила поддорожник трава берешь поддорожник ну когда мне нам было лет по десять мы брали велосипеды ездили на пруд и там катались блин обгорала не могла пошевелиться сметана меня мазали ужас нос это естественно я выбрала поддорожник трава вот так и на нос ой сколько себя помню вот так вот сразу когда лето начиналось это для меня был какой-то кошмар я волдырями покрывалась сейчас конечно за всем этим слежу поэтому никогда не загораю и вообще уже всем доказано что солнце ну только вред от него чтобы там витамин d какой-то лучше вон ребежи попить и больше пользы будет но это чисто мое мнение есть у кого-то свое мнение все мы люди разные и у каждого есть свое мнение ну вот сколько как говорится я на своем опыте на своей кожей посмотрела ну этот мужик я как на него смотрю все время думаю блин вот везет а китайцам еще мне когда сказал что он американец думаю блин хорошо хоть я не сказала с какой часть китая а то же ведь я могу знаете иногда чего-нибудь ляпну я же любитель еще пообщаться я староторка не но видно по людям когда хотят общаться и когда не хотят общаться то если я вижу человек сидит и не хочет общаться я ему в душ естественно не полезу а если вижу что такие общительные я начинаю с ними болтать все-таки интересно знаете у меня много иностранцев тоже бывает особенно летом стричь приходит в основном хорошие чаевые оставляют могут оставить даже я не знаю стоимость во первых для них это очень дешево здесь стричься там и все такое и вот я их всегда расспрашиваю конечно многие не говорят по-испански а некоторые говорят у меня знаете какая ситуация даже была я чуть не умерла заходит семейная пара вот и начинает мне говорить молодой парень с девушкой и начинает мне по-английски говорить что-то там ля ля то поля я такая ну по-испанским отвечаю не понимаю ну и по-английски тоже два слова тушь я могу знаю и говорю я не понимаю ну на руках как бы он не объяснил более-менее что хочет тем более есть телефоны планшеты мы определили все что он хочет вот ну я его стригу стригу и слышу он женой начинает разговаривать по-русски а у него тоже внешность была знаете как вот не русская чисто русская вот как знаете монгольцы такие я думала не какие-нибудь может с таиланда или что-то такое в общем на русско вообще не похоже были и тут он начинает женой по-русски общаться я чуть у меня ножницы не выпали я говорю во блин говорю говорю так вы русские он такой а вы русская ну да я говорю а мы тут говорю распинаемся на английском на испанском чтобы определить какая стрижка нужно представляете и вот так вот и он и они туда не города мы приехали и это ну в отпуск неделю здесь находимся нам все нравится ли это поля с москвы и они были представляете ну так вот такие разные ситуации а летом говорю очень приходит много французов они с ними тоже люблю по баблакать французский еще они более-менее знают испанский как бы ну итальянский вообще но итальянцев здесь мало у нас итальянцев очень мало нас обычно англичане немцы а вот американка у меня одна тоже была ты тоже у меня знаете она пришла и у нее был протез на голове волосяной под протез я такой в первый раз видела она говорит он делается на каждый месяц вот как ее волос в общем там сложные это вот они видимо пришиты как-то чем-то приклеены и вообще даже я и также и голову помыла также и уложила уложила как всех представляете что в жизни есть она молодая еле 40 она говорит мы у меня здесь до вот живу мы в америке а сюда приезжаю на пару месяцев типа отдыхать молодая женщина а вот лысая бывает всего вообще очень много женщин сейчас у которых проблемы с волосами очень много которые примут лысеют прямом смысле но и всяких средств тоже очень много есть всякие протезы есть парики такие парики местные как бы сказать локальные да не на всю голову которые там раз в месяц вот поэтому если у тебя у человека какие-то проблемы с волосом ну либо там уже идет химиотерапия от рака либо лекарства какие-то очень сильные потому что от лекарств первое что страдает это волос волос и ногти или вот менопаусе тоже гормонные расстройства какие-то волосы выпадают меняется структура вот у девочек когда например у них переходный возраст у них тоже меняется волос становится другим гормонально на основе гормонального фона но это уже отдельная тема то я уже понеслась уже как говорится рассказывать что надо и что не надо я просто вот этого мужчину он ко мне приходит на раз три месяца он стрижется приходит с такой прям вот у него и волос у него прям хороший ну как у китайцев седой конечно там хороший такой волос ну прямой естественно и так вот представляете ни одной морщинки можно только позавидовать да чарлюкин и у тебя не будет ни одной морщинки конечно их даже не видно откуда они у тебя морщинки откуда они у тебя морщинки в каком месте да мой покажи какой ты злой покажи какой ты злой злой покажи вчера замариновала крылышки такие крылышки тут два крыла нам на двоих даже как говорится лишние вот и сейчас я сделаю их в рукаве в мешке в рукаве один на перчатке боже как пахнет здесь сушеный чеснок устричный соус соевый соус и соль перец и приправы вот эти армянские которые я очень мне понравились в русском брала вот сейчас на 200 градусов не знаю минут наверное на 40 не знаю потом минут за десять я спарю мешок чтобы они подрумянились скажем так мне нравится румяные чтобы все было и усе и приготовлю киноа салата сделаю салат с киноа тут конечно надо ее найти где она есть но она есть сто процентов в общем вот такая у нас будет еда сегодня а мужу делаю не салат а карту вот это тортию да потат он сказал сам сделает боже мой так я ж только рада кстати он мне вчера 5 посуду помыл ну я ему говорю ну раз уж тебе нравится посуду мы тогда давай так сделаем я готовлю ты моешь посуду посмотрим насколько и насколько его хватит ой такие вот у нас будут пироги вот что получилось смотрите какая вкуснятина ням ням мой салатик и крылышки всем приятного аппетита я тут свои тюльпанчики сейчас помою их немножечко срежу срежу им вот эти вот стебли которые уже плохие воду наливаю чуть-чуть сахаром я так читала говорят что это так надо чтоб подольше постояли и не уже смотрите какие красивые у меня в общем нужно их освежить в общем как то так что то тут у меня свалился что то в прошлый раз они стояли красивее чем сейчас да кстати пахнут как ни странно желтые тюльпаны вестники разлуки а этим все как с детской пришел у тани у подруги вот такой кактус зацвел он у меня наверное он еще молодой в общем такие дела мы с чарли нагулялись он там уже дрыхнет на моем пледике да ты там дрыхнешь моя рыба сладкая мы сейчас все пойдем дрыхнет да завтра уже пятница будем работать целый рабочий день да потом на пляж пойдем погуляем любит чтобы мы почесали животик животик почесали мы почесали надеюсь погода хорошая будет в принципе плохую погоду не передавали поэтому завтра поедем на пляж после работы естественно ну а сегодня будем с вами прощаться до завтра всего вам самого лучшего все в как всегда всем пока пока смотри какой на камеру не хочет злиться вообще у меня злой слой слой пока 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 пока